Всем здорова, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Тофликс и Флэзин. Мы находимся в GTA 5 Online с вашей любимой рубрикой «Прячь и ищи!» Всем здорова! Всем привет, ребята! Сегодня для вас подготовили по три обалденные тачки. Это три летающих транспортных средства, три суперкара из нового обновления казино Diamond и три огромных внедорожника, которые мы должны будем сегодня спрятать на этом пляже Лос-Сантоса, чтобы далее за четыре минуты отыскать тачки соперников. Из тех тачек, которые мы привозим, находим, выбираем одну единственную, которую далее будем тюнинговать, прокачивать и устраивать на ней гонки и испытания. А кто победит в сегодняшнем видео, вы узнаете далее. Я надеюсь, вы поставили лайк, а я желаю вам приятного просмотра, а мы начинаем! Ну что ж, ребят, пацаны уже сели по своим тачкам. Мне достаются сегодня желтые машины, которые я буду прятать, и первым делом я возьму DeLorean, пацаны. Короче, они замьютились, мы друг друга не слышим и разъезжаемся, мы сейчас и прячем тачки. Так, пацаны, поехали. Да, пацаны, поехали, они друг с другом перестреливаются. Ну, давайте-ка найдем для DeLorean какое-нибудь обалденное место. Я думаю, спрятать его где-нибудь на крыше. Ну что ж, я уже приметил себе крышу, на ней есть две лестницы. О, кто им не стреляет? Тут какие-то бандиты. Так, аккуратненько, так, пацаны смогут по лестнице заехать, залезть точнее и забрать себе машину. Так что я сейчас приземлюсь вот сюда, аккуратненько как-то, главное, сейчас припарковаться и высадиться. Так, воу, ой-ой-ой-ой, вроде нормально, вроде нормально, блин, какая-то плохая у меня парковка получилась. Ну ладно, я предлагаю спускаться за второй машиной и погнали тогда ее прятать. Ну а вторую тачку заберем, вот этот огроменный бигфутик, пикапчик. Так, кто, кто, кто? Тофикс уже поехал Ламборгини прятать, я понял. Так, ну эту машину можно будет в какой-нибудь гараж запихнуть, в принципе, либо вот сюда, во двор, куда-то припарковаться. Можно, кстати, заехать вот в этот двор и именно тут спрятать еще тачку. Так, вот тут, ну такое себе место, очень много всяких тут переулков, всяких каких-то ныщек, реально, давайте вот тут спрячем за стеной. Тут прям какой-то лабиринт из этих, из стенных домов. Ладно, вот тут хорошее место, надеюсь, пацаны не найдут этот обалденный пикап, а тогда погнали прятать последнюю машину. Ну, а последним остается тут этот обалденный гиперкар, суперкар, так что погнали его спрятать, лучше всех надо. Так, 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 аккуратненько, я, в принципе, знаю одно местечко классное, так что пойдем сейчас попробуем его спрятать вот за этим забором. Так, главное нам сейчас проехать сюда, на территорию, ой, аккуратно, блин, всю тачку помял, такая тачка классная. Слушайте, вот тут вот можно ее спрятать, надеюсь, она влезет, я не знаю, влезет, не влезет, но очень буду надеяться, что влезет. Реально она поместилась вот тут, обычно вообще, ну, нереально ее просто заметить, даже если вот так проезжаешь и тут смотришь, то ее тут вообще почти не видно, так что погнали встретимся с пацанами, засечем 4 минуты и будем искать друг друга тачки. Ну что ж, я уже встретился с пацанами, пацаны, вы размялись, вы готовы искать тачки? Да. Конечно, готовы. Так, тогда я засекаю уже 4 минуты, сегодня у нас будет на поиске машин и мы начинаем. Раз, два, три, время пошло, погнали, разъезжаемся. Слушайте, вы нормально спрятали свои тачки вообще? Конечно, нормально. Да, да, ой, а кто это, что, перестрелка там начинается какая-то? Это я. Так, аккуратненько. Слушайте, ну, на пляжу кто-нибудь прятал тачки, нет сегодня? Да, я прятал. Прятал на пляжу, о, наизи, сейчас найду что-нибудь. Так, я поеду сразу на пляж. Слушайте, знаете, что? Я Делориан спрятал очень-очень в крутом месте, его даже реально незаметно. Ну, дам подсказку, он не на земле, вот все. А я нашел, а я нашел тачку уже первую как раз. Ты что, время 30 секунд прошло? Я нашел, что это такое? О, это новая тачка из нового обновления. В смысле, суперкар? А, карака. А, внедорожник этот нашел, пикап. Нет, кстати, неплохо, неплохо, он быстрый. Ну, кстати, да, он прикольный. Слушайте, я ничего не нашел. А вы какую тачку вообще хотели бы сегодня на какой погонять? Я бы хотел Делориан. Делориан, но он тебе точно не достанется. Не факт, что ты его найдешь, потому что он обалденно спрятан. Ну, я бы это не считал. Это кто тут гоняет? Топик. А что ты тут едешь? Ты тут что-нибудь прятал, что ли? Нет. Ну-ка, ну-ка. Мне кажется, что-нибудь спрятал. Я тут не прятал. Вообще реально ничего нет, уже минута прошла, пацаны. У нас осталось 3 минуты, и надо найти машины нам. Так, аккуратно тут проверяем. Тут-то нету, жесть. А где тачки-то вы спрятали? Я не знаю, брата. Может, не спавный кто-нибудь спрятал, пацаны? Не знаю, не знаю. О, да ладно? Это кто там проехал? Пацаны, капец, вы слепые. Я просто нашел гелик шестиколесный внедорожник уже. А, так это ты прятал его, да? Да, да. А я думаю, что ты проехал мимо него. Слушай, ну тогда я его себе забираю. У меня есть уже все в копилке. Шесть колес. Да просто жесть. Да-да-да. А как я должен туда забираться? Куда? Наверх. Паш, ты я у тебя... Там наверху прессор стоит. Ты спрятал... Наверху прессор стоит. Стой за... А ты туда не залезешь, мне кажется. Братан, ты полетал... Офигеть, реально голубой. Это топфикс он? Я понял, все обыренько найдем. Братан, ты спрятал две тачки рядом. Ты понимаешь? Какие я тачки спрятал? Это Лориан и этот джип. И пикап. А, блин, а я... Мысли, Леха. Так ты Лориан на крыше высоко. Ты его нашел, что ли? Так я его нашел, да. Так, так, так. Я видел, там опрессор наверху. Так, кто тут со мной лазит? Нет, тут один зелененький опрессор. В смысле зелененький? Ну вот. Где? Какой? Здорово. Чего? А я сверху еще один видел. Вы что, тачки в одном месте спрятали, что ли? Серьезно? Ну ты его не найдешь. Я вообще не могу достать этот опрессор. Лех, давай тебе помогу. Давай. На, лови. Где он? А как его ски... А ты на... Где? О, мимо меня пролетел. Это мое, это мое, это мое. Мой фиг тебе. Антон мне помог, реально. Пацаны, вы что-то жестко прячете. Вы летающие эти транспорты прячете так, что их нельзя достать даже. Но я его нашел, я его себе забил. Антон мне помог его отпустить. Времени у нас осталось уже минута почти. Да, ровно минута осталась у нас. Надо пускать тачки. Минута 10 даже. Да, смотрите, кто... Нифига, у Паши вообще жестко. У него коллекция просто пикапчик и Делориан. Обалденные тачки. Так, но мне уже нравится, что я нашел опрессор, потому что у него есть турбина сзади. И это один из самых быстрых транспортов вообще в игре. Слушайте, ну, давайте, говорите, где ваши суперкары? А вот тебе все скажем. Наконец-то, что-нибудь на парковке где-нибудь стоит. О, за мусоркой, нету? Не, он бы не повестился сюда. В море спрятал, что ли? Да. Конечно, я так и поверю. Хочешь, чтобы я вот так пошел, там плавал в это время. О, нифига, тут мотопаркур почти на крючу залетел. Слушайте, у нас осталось 30 секунд, пацаны, так что ускоряемся. Врубаем. Ничего себе, ничего себе нормально, я понял. Ты что, он ушел? Я нашел еще один пикап-внедорожник зеленый. Ну, в смысле? Нормально, у меня уже два внедорожника и опрессор есть. Так, ну, я не знаю, зачем мне два внедорожника. Это, это, это... Мне один отдай. А как он называется? Это какой-то прям вообще здоровенный, здоровенный, длиннющий такой. Нормально. Да, либератор, наверное. Или не либератор, не знаю. Так, аккуратненько сейчас припаркуемся. Так, где мои тачки? У меня синие тачки. И у нас осталось 5, 4, 3, 2, 1. Одинное время вышло, пацаны. Так что приезжайте на спавн, будем выбирать машинки для участия в гонках, в испытаниях и в состязаниях. Ну что ж, пацаны уже подъехали ко мне. А где Паша? Паши нету. А, вот он, Паша, катается. Слушайте, ну давай, Паша, начнем с тебя выбирать тачку. Ты две моих машины нашел, серьезно? Я нашел две машины, и я выберу Делориан. Ну да, Делориан, конечно, тачка летающая. У него колеса убираются, так что это просто супер-пупер машинка. Так, Антон, ты, получается, забираешь себе... Да, единственную тачку, которую ты нашел, это вот этот летающий опрессор-мотоцикл. А у меня целых три тачки. Пацаны, вы просто посмотрите на меня. У меня есть два внедорожника. А где ты? Он над водой. Он в воду упал. Я видел, такое пятно пролетело. Слушай, у меня, получается, два внедорожника и один летающий опрессор. Ну, у вас летающие тачки, так что я сегодня тоже выберу вот эту вот летающую просто махину такую с пушкой. Ну-ка, как у меня турбина включается? Так, вау, нифига себе, он реально быстрый. Ну, ребят, тогда мы сейчас отправляемся в тюнинг и уже переходим на первое испытание. Ребят, мы уже прокачали свои тачки с вылетающим мотоцикл и приготовились к первому испытанию. Это у нас будет испытание скорости. Ну, давайте перед этим рассмотрим, кто как протюнинговал свою машинку. Антон сделал фиолетово-желтых цветах таких. Я, ребят, покрасил в камуфляжный цвет, сделал в желто-бело-красном оттенке. А Паша, получается, крутые диски поставил и покрасил тачку в красный цвет. Ну, слушай, Делориан довольно стильная тачка такая из девяностых-восьмидесятых. Ну, что, я кидаю тогда гранатку, а я не могу кинуть. А кто может кинуть гранату, пацаны? Я могу ракету запустить. Ну, давай, запускайте ракету кто-нибудь и мы стартуем по взрыву. Я запустил. Так, 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 и посмотрим, кто из нас быстрее будет. Бум, взорвалась ракета. Выпад. Так, Антон, Антон, смотрите, какой быстрый. Ну, надейся, надейся, ты посмотри, что... Зато я на втором круге покажу свое секретное оружие, Антон. Так, главное завернуть. А вот с поворотами у меня получше будет, чем у тебя. Смотри, я-то не древчу, я ничего не делаю, а Паша у нас отстает на полкруга уже. Блин, Паша, ну, прости, но в испытании скорости ты, конечно, довольно медленный. Слушай, Делориан, а что ты не взлетаешь? Она без колес ездит намного быстрее, я знаю. Уоу, Паша полетел уже. Слушайте, ребят, обязательно ставьте лайк, потому что я сделаю уже второй круг и буквально приезжаю на финиш. А у меня еще есть ускоритель вот этот мега быстрый, так что я сегодня точно заработаю первое место и один балл. Да-да-да, ребят, я уже на финише и зарабатываю свой первый балл. Но кто заработает второй балл во втором испытании, мы увидим прямо сейчас, потому что мы отправляемся на толкучку. Вот мы уже переместились на второе испытание, на самое высокое здание в GTA 5 онлайн. Это Мейзбанк. Именно здесь у нас произойдет толкучка. Кто кого скинет вниз, тот и получает один балл, ребят. Ну что, раз, два, три, погнали. На тебе. Слушай, Паша, давай, давай, Паша, Паша, реально. Давай, давай, Паша, Паша, реально. А, Антон, ты выбываешь, и Паша тоже выбывает. А я специально не стал ускорение врубать, потому что я знал, что я улечу. Надо было меня тебя подстраховать, Антон, слушай. Но я зарабатываю еще один балл, тогда переходим ко второму раунду. Пацаны забрались, залетели уже на второй раунд, так сказать, и мы начинаем. Раз за три, погнали. Пацаны, не стопилизов. Минус, Антон, просто нормально, я понял. Нет, тебе хана, тебе хана, просто я сейчас, оп, видел, как я тебя обхитрил. Нормально, и давай, один на один, кто кого. А что ты взлетел? Давай, спускайся. Сейчас, слабо... Вау, куда ты прям на меня заехал? Наглый какой, на! Нет, нет, ты меня не столкнешь! Да ладно! Столкнул меня, но ладно, Паша получает тогда один балл. Счет у нас уже 2-1-0, а мы переходим к третьему испытанию. Ну, а третьим испытанием у нас является гонка. Посмотрим, чья тачка быстрее, управляемая и мощнее. Так что, пацаны, я запускаю три секунды, две секунды. О, я уже стартанул. Одна секунда и погнали! Так, а может быть даже и полетели. Так, ой, а что-то у меня... Смотри, я использую ускоритель и всё. Блин, вот одно мне жалко, мне одно жалко, пацаны. То, что ускоритель можно использовать мне только один раз. Больше он у меня не врубается. Это нужно полностью останавливаться. Только я тут все столбы сбиваю, вообще жесть. Давай, давай, давай. Он вообще, им так трудно этим управлять, вот этим опрессором. Это просто... Не, мне насчихает. Ну, Антон, ты что меня догоняешь? Ай, ай-яй-яй. Тачки... Куда? А где? Смотри, куда он уже улетел. Нормальный ты? Улетел. Слушай, ну... Офигеть, я тут шашкую между тачками. Кстати, могу даже повыше взлететь. Аккуратненько. Воу! Что, а мне кажется, если я вверх взлетаю, то он медленнее летит. Надо возле земли лететь тогда. Да. Офигеть, смотри. Ну, это кажется, это кажется. Паша, походу... Оу! Да ладно, у меня он взрывными патронами стреляет. Антон, я тебе там полосу препятствий устроил на дороге. Да, 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 да. Смотри, что Паша делает, какой противный. Тоже нам вон стреляет. Вау! Ну-ка, иди сюда, я тебя сейчас... Оу, пакедов лейзинг. Я просто... О! Это что? Ты что делаешь? Это пакедов. Нормально вообще? Куда стреляешь-то? Пацаны, смотрите, какие наглые просто взяли и обстреливают. Антон вообще куда-то к витрикам полетел. Ты что? Да. У меня осталось прицепить килом. Рома, скажи пока. Да я могу вообще смотреть закрытыми глазами. Я просто даже на дорогу не смотрю. Лечу и побеждаю. Так, все, я вроде ровно лечу. Промахнуться не могу. Так, нам пробудутся налево есть. Поворачиваем аккуратненько. Заворачиваем. И главное взять финиш. Я застрял, пацаны, в столбе. Тофликс. Я в столбе застрял в желтом. Это просто жесть. Получается, Тофликс зарабатывает один балл. Счет у нас уже 2-1-1, пацаны. Ну, один балл, и вы меня догоните, в принципе. Погнали к последнему испытанию. Ну, а последнее, самое эпичное у нас будет испытание. Это битва на выживание. Посмотрим, кто самый пулестойкий и самый смертоносный. Так что, пацаны, я читаю 3 секунды, и мы начинаем. Раз, два, три. Погнали. Ну, слушайте, смотрите. У вас есть ракеты без наведения, а у меня есть взрывной пулемет, который может обалденно стрелять. Да, пацаны? Слушайте, ну, это будет самое жёсткое, самое эпичное битва, мне кажется, вообще веков. Воу, прям мимо меня ракета пролетела. Это просто жесть. Смотрите, просто флейзинг гонится за Тофликсом. А я буду гнаться за флейзингом тогда. Так, а ну иди сюда. А ну иди сюда. О, попал. Один раз попал, я видел. Аккуратно, аккуратно. Пока, Тофликс. Ну-ка, давай тоже на Тофликс гнаться. Где Антон? Антон, ты куда вообще делся? А, вон он. Так. Смотри, о, у него есть. Вон он сверху, букашка такая. Я вижу, я стреляю, стреляю. Не найдёте. Ну, конечно, я тебя вижу. Такой на розовом мопедике летаешь тут. Всё, пока. Ууу, нифига. Так, почти, почти. Я почти тебя догнал. Аккуратно. Это реально какие-то звёздные войны, пацаны, у нас. Всё, пока. Это просто нереальное. Да, а где, а где? О, кто-то летает такой тут. Папа-папа-папа-папа-папа Давай, давай Тихо, тихо, тихо Пацаны, как мне прицелиться-то? Я просто нереально, Паша у меня на мушке был Но он подо мной прям ровно был О, здорово, Паш, как дела? Мы тут летаем с тобой Братан, ты как дела? Нормально все у тебя? Нормально, вообще что? Аккуратненько, ааа, нет, только не надо мне стрелять Нет, оу, нет Я мое, взял и выстрелил своей ракетой Ну-ка, ну-ка, кто из вас победит? Ну, давай, давай, Паша летит А где Антон? Антон, вот он, Антон, давай, улетай, Антон, быстрее Оу, прям ракета догнала его Слушай, ну получается Паша сегодня зарабатывает второй балл И счет уже 2-2-1 Получается, мы с Плэзерным занимаем первое место А Топлик занимает второе место Ну а по окончанию видео Хочу сказать спасибо тем ребятам Которые пишут комментарии под моими видео А если ты хочешь сюда попасть То просто оставь свой коммент Ну что ж, ребят Если вам понравилось это обалденное видео Это обалденная битва То обязательно ставьте лайк И подписывайтесь на мой канал Чтобы не пропустить новые ежедневные видео А с вами был Джейл Флейзен Топлик Ссылки на пацаны будут, конечно же, в описании Так что переходите Подписывайтесь на них тоже А я хочу вам сказать огромное спасибо За просмотр, за лайки, которые вы ставите За комментарии, которые вы пишете Всем удачи и всем пока, ребят Всем пока, народ Пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok